Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game и у нас турнир Белая Мгла. Это то, что мы будем делать сегодня. Так, и сражаться нам нужно Динотерий, Сымчатый Лев и Уртинотерий. Так, у нас здесь два снежных, значит нужно сделать так, чтобы он не подменялся. То есть пещерного, если я возьму, то он сразу подменится на Уртинотерии. Это будет нехорошо, потому нужно взять кого? Его нужно взять Мамонта, например, 20-го. Вот, 2-5-С, чтобы он его за один удар не пробил. Это будет, короче, очень нам хорошо. Так, а его мы пробьем вот каким-то, например, Гиеннадоном. Пещерным. Ну и еще возьмем, допустим, вот так. Ну, первого Мамонта мы потеряем. Так, давайте защитимся, чтобы сразу не слиться. У нас два Слоника решают, что они не круче. Давайте сделаем так, у него может быть максимум 3, вот они вот и есть. Мы их переживем, это точно. Он вообще решил проатаковать на 2. Ну, давайте на это, по-моему, я уже не буду защищаться. А вот он уже потратил 1 балл. Так, у него 3. Атакует на 2, блин. Ну, расклад, конечно, не хороший. Когда противник не потратил все баллы, это неприкольно. Еще придется много чего потратить. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Так, давайте подумаем. У него будет сейчас уже четыре, по идее. Четыре, он подменится будет три. Вот так, давайте сделаем. Ах, ты ж гаденыш, он балл-то перенес один. То есть я, вот он сейчас подменится на уртинушку, сможешь меня пробить, и я потеряю балл этого человека. Если он так сделает. Вот он, балл. Если он сейчас подменяется, он будет на четыре. Ну, он решил податаковать на три. Ха-ха-ха-ха-ха. Раз, два. Я его убил, пробил и перенес один балл. Фух. Вот так вот на Тонникова, как игра в покер. Кто кого перехитрит, тот и победит. Так, у него пять, оно такое всего лишь назвает, конечно, нехорошо, но нам должно хватить двух баллов. То есть у него осталось три. И я его прожил, а у меня останется два света. Фух. Да, он даже не защитился, не знал зачем. Так, первый бой прошел довольно-таки накаленным. Ой, 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 ой. Да, но это вообще изи-катка. Изи-катка, давайте какой-то мамонтерия возьмем. И кто у нас тут здесь из снежных? Тут можно взять... Блин, ну никого из сильных таких нет, да? Ладно, давайте, все камезуйские. Можно взять... Кого возьмем? Ну, чисто для разнообразия. Сумчатого льва попросту, давайте. Ну, я специально беру, как бы, более слабых, я бы легко мог взять троих снежных, да и все, и разобраться с ними. Было бы легко. Хотя, наверное, знаю, надо было еще поставить два в защиту. Тупо получилось. Пожалел, пожалел. Так, вообще-то я сейчас сольюсь с таким раскладом. Да-га, он балл один перенес, гаденыш, у него сейчас будет сколько? Четыре уже, наверное, с бонусом. Да, вот балл, и он меня сейчас легко пробьет, хотя... Опять же, ну, один балл остался. Вот так, давай. Ну, я тут, конечно, намудрил, взял слишком слабых. Пять. У-у-у-у. Ну, я выманил, ребят, это был супер-пупер-хот. Я выманил у него все пять баллов. Он покойник, и раз, два, три, и все. Пережим. Так, 140-ый уртин. Нормально, отлично. Но будет ли он атаковать? Да, отлично. Наш гибрид. Лучший интрикацер. Ну, в смысле, все семейство. Родственнички разобрались. Ух, кстати, у меня, ребятки, есть пополнение. Да, у меня же змеючка появилась, а-таки, наконец-то, вывел. Вывел себе одну змеючку. Вот так. В принципе... Так, он подменится. Вот так и вот так давайте пробовать. Тут, наверное, стоит сразу его продамажить. Больно бьет. Сун-4. Он сейчас меня ударит. Всего лишь на один он проатаковал. Давайте попробуем его пробить. Да, пробивает. У-у-у, ну, очень на тоненького было. Видели, там, 3050. Ну, вот что там, 2020. Так, ну, на 4 как раз. Вот он все 4 потратит, чтобы нас пробить. И это отличнейший вариант. Даже не пробил. Вот это поворот. Вот это мамонт. Мамонт затащил. Так, интрикацер и интрикацерий. В общем-то, что-то противник наш прям все семейство трикотерия вывел. На 3. Проатаковал. Ну, и мы его сейчас загрузим тигришкой. Тила космила. Это кошка-морфа. Саблезубый тигр у нас тоже, собственно говоря, не кошка, но это вообще совсем не кошка. Даже, даже далеко от саблезубого тигра. Готовенько, ребятки. И теперь давайте выведем наше новое существо. Ну, точнее, я его уже вывел как раз. Сейчас мы его прокачаем. Это единственное, кого у меня не доставало в парке. Вот она, гигантофия. Так, ну, ребятки, ну, кто еще, я тоже себе не вывел. Там высокого уровня. Не забудьте посмотреть серику. У нас есть уже на канале. Она выходила еще давно. Но по прокачке гигантофии, которую я делал, не в своем аккаунте пока снимал. Да, да. Ну, а кто не забыл, что это вторая по величине змея. Самая крупная змея в мире. Почему вторая? Ну, потому что появилась Титанобоа. Но когда, когда нашли гигантофию, она была на тот момент самая большая. Потому что Титанобоа тогда еще не была обнаружена. И вот так. И вот потому. Ну, она одно время носила звание самой большой змеи на планете. Да. 10 метров, не 15, как Титанобоа. И весила в два раза меньше. Титанобоа тонну, а эта змейка весила где-то полтонны. Ну, вот тут это и написано. Вот так вот. На этом, ребятки, я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...